Стратегии развития региона в разрезе социально-экономического развития двух муниципалитетов Козловского и Урмарского районов обсудили сегодня на заседании Высшего экономического совета. В числе приоритетных задач создание привлекательных инвестиционных проектов. В начале были цифры. В Козловском районе успешно работает 27 предприятий, 20 из которых зарегистрировано в качестве юридического лица, остальные – индивидуальные предприниматели. Это производство автофургонов, стеклопакета, металлоконструкции и деревообработка. Еще одним ярким направлением промышленного развития района стало производство станков плазмной и лазерной резкости ЧПУ, которым занимаются четыре предприятия. Все они осуществляют экспортные поставки станков в страны ближнего зарубежья. В 2020 году отгружено станков на общую сумму почти 300 миллионов рублей. Неплохие показатели у агропромышленного комплекса. По сбору картофеля и других овощей Козловский район занимает лидирующие позиции в республике. Благодаря грантовой поддержке спад отрасли животноводства, который наблюдался здесь долгие годы, прекратился. Все больше молодых фермеров стремятся расширить свои хозяйства. Проблема многих муниципалитетов, в том числе и Козловского района, обветшала система теплой водоснабжения. Очистные сооружения построены еще в 90-х годах и уже давно не справляются с нагрузкой. Необходима срочная модернизация. С водоснабжением и с водоотведением, то что мы сейчас уже выработали единый принцип, далеко уже продвинулись, уже в принципе работа запущена. По очистным в городе Козловке тоже исходя из этих принципов будем работать. Но получается аналогичную работу надо провести и по теплоснабжению. Реконструкция сетей позволит ввести гибкую тарифную политику, удерживая цены на приемлемом уровне. Еще один важный вопрос обеспечения жителей малых городов жильем. Надо сделать так, чтобы туда пришли строители. Оживить процесс помогут меры стимулирования для застройщиков. В приоритете обеспечения инвестиционной привлекательности. Решением этой задачи занимается сейчас в Урумарском районе. Программу включают 80 проектов на сумму 1 миллиард 786. Есть свои коммерческие инвестпроекты. Средние они предусматривают в этом году строительство убойного цеха. Благоустройство территории, реконструкция животноводства и фермы. Интенсивная проектная деятельность позволяет муниципалитетам двигаться вперед, решать основные проблемы. В целом по республике уже готовы проекты на сумму около 1 миллиарда 300 миллионов рублей. Наталья Мальчикова, Татьяна Раевска, Андрей Шоклев, Республика.